Она проиграла баснословный гонорар в покер, ее отчислили из театрального института, ей пришлось работать уборщицей, но в итоге она завершила учебу и даже стала профессором, одним из лучших преподавателей в Щукинском театральном училище. Творческая личная жизнь Валентины Николаенко, а в девичестве Лысенко, складывалась очень непросто. Часто ей сопутствовало невезение. Зрители же запомнили ее по роли Яринки в культовом фильме «Свадьба в Малиновке», где она исполнила одну из ведущих ролей. Сначала будущая актриса работала токарем на заводе, потом секретарем в суде и поступила на юридический факультет, но потом круто развернула штурвал судьбы и решила стать актрисой. Уехала подальше от родителей, потом было отчисление на втором курсе театрального института за то, что молодая студентка нарушила устав института. Снялась в фильме под названием «Не забудь, станция Луговая». Потом яркую и самобытную Валентину пригласили в свадьбу в Малиновке. Правда, эту роль должна была исполнять сначала Лариса Голубкина, но режиссер передумал в последний момент, чем очень расстроил партнера по съемочной площадке Андрейку. Эта работа принесла актрисе не только всесоюзную известность, но и баснословный гонорар. К сожалению, вскоре после выхода картины жизнь звезды повернулась совсем в другое русло. Она трижды была замужем, в ее жизни были физики и лирики. И давайте узнаем, как все складывалось. Будущая актриса появилась на свет в Подмосковье в небольшом городке под названием Серпухов в победном 1945 году. В детстве она училась в музыкальной школе, как и все девочки, тянулась к прекрасному. Но о том, чтобы стать актрисой, тогда еще даже не задумывалась. Валя очень удивила близких, когда сообщила, что хочет стать токарем. И даже пошла работать в последнем классе школы. Но столкнувшись с тяжелым заводским трудом, она все-таки решила сменить профессию, более подходящую для девушки. И выбрала юридический факультет МГУ. Успешно его закончила и полтора года работала секретарем в районном суде. А потом она решила связать свою судьбу с актерским ремеслом и отправилась для этой цели в город на Неве. Поступила там в Ленинградский театральный институт и яркую, харизматичную девушку сразу же заприметили кинематографисты. Ей предложили синянца в эпизоде картины «Не забудь, станция луговая». Она, зная, что съемки запрещены институтом во время учебы, на свой страх и риск все-таки согласилась. И зря, потому что ее отчислили. Это был 1966 год. Она тогда училась на втором курсе. Но долго ей не пришлось расстраиваться. Уже буквально следом ей предложили главную роль в легендарном фильме «Свадьба в Малиновке». Это экранизация одноименной опереты Бориса Александрова и снятая Андреем Тутышкиным. Картина заняла второе место в рейтинге проката в 1967 году и пятое место в рейтинге самых наилучших советских фильмов за всю историю кинематографа. Съемки в картине подарили молодой артистке бесценный опыт, популярность и огромнейший гонорар. Правда, на роль Еринки пробовалась Лариса Голубкина, и ленинградский актер Гелий Сысоев, исполнявший роль Андрейки, уже был в предвкушении съемок с красавицей-актрисой. Но не тут-то было. То ли Голубкина отказалась из-за занятости, то ли Андрей Тутышкин решил заменить ее на другую, никому неизвестную Валентину Лысенко. Но тогда Гелий Сысоев категорически отказывался принимать участие в съемках, и режиссеру стоило немалых трудов его уговорить. Актрисе очень понравился образ Еринки. Роль исполняла она на одном дыхании. Съемки проходили под Харьковом в деревне Малиновка, и несколько сцен снимали в Полтавской области. Съемочную площадку с начинающей актрисой разделили именитые актеры – Михаил Пуговкин, Владимир Самойлов, Тамара Носова, Зоя Федорова. И только одна возможность оказаться с ними рядом, плечо к плечу, уже дорогого стоило. Поэтому Валентина пыталась даже отказаться от гонорара. Роль принесла Валентине Лысенко всесоюзную славу. И почти сразу же после грандиозного успеха фильма «Свадьба в Малиновке» ее пригласили в комедию «Трембита». Но она отказалась. Актриса решила, что роль слишком похожа на то, что она играла в «Свадьбе в Малиновке». А она не хотела становиться заложницей одного образа. Зато после съемок «Свадьбы в Малиновке» ее без конкурса приняли в Щукинское театральное училище. Причем сразу на второй курс. Через много лет она вернется в его стены для того, чтобы там стать одним из лучших преподавателей. Но это все будет потом. А пока… Пока же, получив огромный гонорар, после съемок «Свадьбы в Малиновке» девушка заглянула в гости, где играли в покер, и проиграла все деньги. Ей банально не было на что жить. Она на некоторое время устроилась уборщицей, вечерами мыла полы. Потом поступила в Щукинское театральное училище, училась на курсе Катин Ярцева. И ее однокурсниками были Наталья Кундарева, Константин Райкин, Владимир Тихонов и Наталья Варлей. В студенческие годы Валентина, тогда еще Лысенко, встретила свою любовь. Им оказался ученый-физик. Брак был недолгим. Источники умалчивают даже имя первого мужа Валентины. Также неизвестно и о причинах развода. А вот вторым супругом стал актер Алексей Грабе. Вместе они составляли красивую пару. Оба студента театрального института. А когда закончили учебу, то вместе пошли работать в театр на Таганке, к Юрию Любимову. Причем Валентина во время учебы показывала себя как блистательная актриса. Она была задействована во всех ведущих ролях в студенческих постановках. А когда закончила учебу, то ее пригласили к себе сразу несколько театров. Но выбрала она театр на Таганке. Туда же потащила и мужа. Только Юрий Любимов ее недооценил. Она рассчитывала, что, как и раньше, будет исполнять ведущие роли, а режиссер ставил ее во второй, а потом уже и в третий состав. Он считал, что ей не хватает опыта. И однажды, не выдержав, она буквально к стенке приперла режиссера со словами «Так, а зачем же тогда меня звали?». На что Любимов спокойно ответил – из жадности. Актриса тут же написала заявление об увольнении из театра и стала работать на Мосфильме. В браке с Алексеем Грабе у них родилась дочь Дарья в 1972 году, которая тоже стала актрисой. Шли годы, однако в кино актрисе по-прежнему не везло. Она почти не получала приглашение и совершенно разочаровалась в профессии. Тогда она решила получить диплом режиссера. Окончила аспирантуру и решила преподавать в Щуке. Это был 1987 год. На Мосфильме Валентина Лысенко работала и в кадре, иногда, а также за кадром. Там она познакомилась с актером, кинорежиссером, сценаристом, композитором и художником Георгием Николаенко. Георгий тогда был женат, да и Валентина к тому времени еще не рассталась с супругом. Но спустя несколько месяцев после знакомства они осознали, что должны жить только вместе. Расстались со своими семьями и создали свою. Валентина взяла фамилию мужа – Николаенко. Под ней сейчас и находится. К счастью, неудачи не сломали актрису, а только закалили. Недавно Валентине Николаенко исполнилось 78 лет. При этом она прекрасно выглядит. Они счастливо проживают с мужем в браке. Она много работает, так как преподавательская деятельность занимает много времени. Валентина Николаенко выпустила несколько актерских курсов. Выступила режиссером телесериала под названием «Утесов. Песня. Длиною в жизнь», а также сценаристом фильма «Закон и порядок. Преступный умысел». Дочь Дарья пошла по стопам родителей. Закончила Щукинское театральное училище, но ее карьера в кино также не увенчалась успехом. Она вышла замуж и подарила единственную внучку знаменитой маме. Валентина Николаенко о своей Яринке вспоминает с огромнейшей теплотой и любовью. А нам же стоит пожелать ей здоровья и сил для свершения новых творческих достижений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова